Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу заговорить об одном очень странном в историческом смысле композиторе. Странном во многих отношениях. Я даже попробую начать опять же с загадки. Скажите, пожалуйста, кто, какой композитор является мостиком между классиками, венскими классиками и романтиками? Ой, ну без сомнения сейчас все ответят. Ну, конечно же, Франц Шуберт. У меня к вам второй вопрос. Кто, будучи уже романтиком, сохранил стиль классицизма? Будучи романтическим композитором, явно романтическим по симфониям своим, по «Сну в летнюю ночь», музыке комедии Шекспира, по скрипичному концерту, он остался строгим, стройным классицистом. Но ясно же, скажете вы это, Феликс Мандельсон. Тогда следующий вопрос. Кто создатель настоящей первой романтической оперы? Первый романтик? Вы скажете, конечно, Карл-Мария фон Вебер. Немецкая опера, вольный стрелок, волшебный стрелок, фрайшутц. Так, замечательно. Теперь я задам еще один вопрос. А кто внес гигантское изменение в представлении об оркестре симфоническом, в результате появился романтический оркестр, и кто в XIX веке был так же гоним, был таким же, можно сказать, бунтовщиком, как Стравинский в 20-м своей весне священный? Кто написал симфонию грез, наркомании, фантазии, безумия, снов? Вы скажете, ну, конечно же, Гектор Берлиоз. Итак, Шуберт, Берлиоз, в конце концов, Вебер, Мандельсон. Вот они и правильные ответы на вопросы. А если я вам сейчас скажу, что был еще один композитор, которому применимы все четыре характеристики. Он является мостиком между классиками и романтиками, не меньшим мостом, чем Шуберт. Он является создателем романтической оперы, не менее романтической, чем опера Вебера «Вольный стрелок». Он является сторонником классицизма и вместе с тем бесконечно ярким романтиком. Слышите, да? Кто же это? Кто этот человек, который еще и совершенно преобразовал оркестр, в результате оркестр засевракал всеми романтическими красками? Кто же это, если ни Шуберт, ни Мандельсон, ни Вебер, ни Берлиоз? А вообще он написал огромное количество опер. Он написал уникальные симфонии, уникальные скрипичные концерты. А, скрипичные концерты, скажете вы, все ясно. Это романтик, безумный романтик, автор скрипичных концертов – это Никола Паганини. И опять ошибка. Ни Паганини, ни Вебер, ни Мандельсон, ни Берлиоз и даже не Шуберт. А великая музыкальная несправедливость. О нем писали так. Композиторское дарование его не было ни сильным, ни оригинальным, ни даже цельным. В музыке его сентиментализированная романтика сталкивается с педантичной, чисто немецкой глубокомысленностью, сохраняющей нормативность и интеллектуализм классического стиля. Шиллеровское борение чувств было ему чуждо. Стендаль писал, что его романтизм выражает не страстную душу Вертера, а чистую душу немецкого Бюргера. Со Стендалем перекликается Вагнер. Он называет этого композитора «замечательным немецким оперным композитором», но отказывает ему в умении общаться с человеческим голосом и считает его дарование не слишком глубоким для завоевания драмы, музыкальной драмы. Но главный недостаток этого композитора, говорил Вагнер, это ученость. Вот цитата. «Ох, уже это наша проклятая ученость, источник всех немецких зол». А наш Михаил Иванович Глинка, наш святой Глинка, он называл этого композитора «дилижансом крепкой немецкой работы». Кем только его не обзывали, и Бюргером, и Мещанином, и Филистером. Но вот как только начинаешь слушать его музыку, то начинаешь понимать, что-то здесь не то. Не может быть, чтобы вот эту музыку так воспринимали. Он родился, когда Моцарту было 28 лет, в 1784 году. Он умер через 75 лет, через 32 года после смерти Бетховена, то есть еще целая эпоха. Он умер в 1859 году. Вы можете себе представить, сколько событий произошло между Моцартом 28 лет? Нет, ведь еще не было ни последних симфоний, ни реквиема, ни волшебной флейты, не было Дон Жуана. А когда этот композитор умирает, было уже все. Был и Верди, и Вагнер, и давно был Вебер. Он пережил Вебера на 36 лет. Вот он прожил 75, и практически в его жизнь включилась вся эпоха. По времени от венских классиков, потому что его первые опусы датированы одновременно с бетховенскими первыми опусами, потому что он родился всего лишь через 14 лет после Людвига ван Бетховена. А после его смерти уже начался совершенно безумный, совершенно обостренный и защищенный романтизм великих последних романтиков, уже недалеко и до последних симфонистов, до Брукнера, до Малера, уже Франк существует на земле, то есть уже совершенно настолько все изменилось. История музыки, искусства, культуры прошла за эти 75 лет такой путь, что просто невероятно. А теперь, если я даже назову вам его имя, которое вы тщетно попытаетесь угадать, то вы вздохнете облегченно, потому что вы этого композитора в большинстве своем не знаете. Называю его имя. Людвиг Шпор. Что, не знаете? Вот как интересно. Действительно не знаете. А в чем же дело? Почему к нему такое отношение? Почему он, собственно, не остался в истории человечества среди столбовых композиторов? Справедливо это или нет? Вот когда вы сегодня услышите музыку Людвига Шпора, то я подумаю, что вы задумаетесь на эту тему, как и задумался однажды я. Потому что, видимо, вся история искусств, она не всегда и не до конца справедлива даже к гениям. Ну вот гения часто не признают при жизни, не принимают, а потом вдруг как бы опомнились, и все коллективно начинают сходить с ума, говорят, как-то его не приняли. Ну, вспомните Баха, который был вообще неисполняем и забыт на почти сто лет. Если бы не Мандельсон, то неизвестно, сколько бы еще продолжалось забвение Баха. Вспомните Вивальди, музыка которого не звучала 200 лет. Вспомните Пёрсила, музыка которого не звучала 200 лет. Если бы не один композитор, Бенджамин Бриттен, который открыл для нас Дидону и Энея, а вместе с тем и всю остальную музыку гениального англичанина, мы бы, не знаю, как еще относились бы к Генри Пёрсилу сегодня, и был ли бы он так известен, любим, и стоял, как сегодня говорят, в одном ряду с Карелли, Вивальди, Бахом, с Гендалем, величайшими композиторами эпохи барокко. В общем, история искусства – это странная штуковина. Вот смотрите, со шпором все просто. Все его отрицали, все его отринули. Ни одного хорошего слова в его адрес. А вот когда я слушаю симфонию номер 4, шпора, которая называется «Волшебство звуков» или даже «Священные звуки», вот так точно надо перевести, «Священные звуки», то я понимаю одну вещь. Я боюсь высказывать её так громко сейчас вслух, но я вынужден это сделать. Современники не поняли шпора. Ну, например, они говорили вот о том, что у него такая сентиментальная романтика и педантичная чисто немецкая глубокомысленность, которая сохраняет нормативность и интеллектуализм классического стиля. То есть нет борения чувств. Что же это за сочетание? Сентиментальной немецкой романтики и педантичного классического стиля. А разве нельзя было бы при желании так же сказать о Шуберте? Нельзя было так же сказать о Вебере? Нельзя было так же сказать о Мендельсоне? В чём дело? Иногда появляется мысль о том, что это вот какая-то коллективная глухота, коллективная слепота, потому что то, что вы сейчас услышите, на мой взгляд, просто уникально. Почему симфония называется «священные звуки»? Так вот то, что приняли за сочетание немецкого педантизма и строжайшего классицизма с сентиментальным романтизмом, есть чёткая позиция Людвига Шпора. Ну, давайте я скажу несколько слов, за которые его любят, знают, почитают. Не за великое композиторское искусство, как автора симфоний и опер, прежде всего за его вклад в скрипичное исполнительство. Шпор, Людвиг Шпор, был одним из величайших скрипачей всех времён и народов. Когда выстраивается линия великих скрипачей в течение последних 200 лет, то в этой линии, там, где сам Вивальди, там, где Карелли, как замечательный скрипач, там, где Виотти, там, где Винявский, там, где Вьетан, там, где Паганини, там же и Шпор, представитель высочайшего класса игры на скрипке. Его концерты, кстати, знают ученики музыкальных школ, продвинутые ученики, в особо продвинутых школах играют второй концерт Шпора, кстати, необычайно красивый, необычайно яркий, уже в третьем, четвёртом, пятом, в зависимости от продвинутых ученика классе. Шпор написал концерты, которые сегодня применимы для обучения скрипача. И нам, скрипачам, повезло, потому что мы играем музыку высокого качества, очень высокого качества. У нас просто замечательная музыка Виотти, Шпора, Берио, и даже потом Ридинг написал концерт для учеников первого или второго класса, опять в зависимости от продвинутости. И Оистрах когда-то сказал, есть два великих произведения в Си-миноре, одна из них Месса Си-минор Баха, а другое Си-минорный концерт Ридинга. Действительно, Откар Ридинг написал концерт, в котором есть все признаки большой музыки, яркой, эмоциональной, влюблённой, темпераментной, страстной. И вместе с тем всё это в первой позиции. Всё это доступно шести-семилетнему ребёнку. Поэтому мы скрипачи, благодаря вот всем этим композиторам-скрипачам, играем музыку очень высокого класса. Я уже не говорю о Паганине, о Винявском, которые есть не что иное, как ярчайшие романтики, с ярчайшим оркестром, с ярчайшей мелодикой. И скрипача воспитывать очень радостно и очень весело, потому что как только скрипач начинает играть, начинает вибрировать, ощущает звук скрипки, что непросто, то мы попадаем в точку. Мы начинаем радостно открывать для наших малышей, а потом уже юных скрипачей, мы начинаем открывать невиданные красоты музыки. Так вот, шпор — один из них. Он был очень ярким скрипачом, он был настолько одарён, он был огромного роста, у него были огромные руки и необычайно нежное сердце. Говорят, что его игра воспринималась, как игра ангела, спустившегося с небес, когда смотрели на него, на огромного, всегда видели один образ, а когда слушали, то слышали и мягкость, и грацию, необычайную грацию его движений. Он был настолько огромен, что скрипка в его руках походила на игрушку в руках великана. Его мягкий, нежный звук. Он владел всеми приёмами, всеми штрихами. Его знаменитая стакката была уникальным, исключительным. У него была продуманность во всех деталях, совершенная передача, в которой не было ни банальностей, ни тривиальностей, ни фривольностей, благородства, высочайший художественный вкус характеризовали его исполнение. Но мы сегодня говорим о нём как о композиторе, то есть как скрипач, как столбовой скрипач в истории европейской музыкальной цивилизации, он занял своё место. И здесь двух мнений быть не может. Ну, правда, та школа, которую он написал, он же был профессором консерватории, та школа, которую он написал, и те нововведения, которые в своё время он вёл, они сегодня уже не совсем актуальны, потому что развитие скрипачного исполнительства пошло дальше, но он же совершил несколько и других поступков, очень важных в истории музыки. Например, именно Людвиг Шпорт является изобретателем подбородника. Вот попробуйте убрать со скрипки подбородник и дать ребёнку, и вы почувствуете разницу. Подбородник был великим открытием для скрипки. И второе событие, важнейшее, это открытие одной из самых главных в истории музыки. Он впервые применил палочку. В 1810 году он дирижил вам на музыкальном празднике палочкой, скатанной из бумаги. И этот невероятный, странный способ управления оркестром был потрясением для всех. В общем-то, сначала это было недоумение и в Лондоне, и во Франкфурте, а потом все стали понимать преимущество палочки, важность палочки. И палочка дирижёрская сыграла свою роль на протяжении многих и многих поколений. Ну, а вот, всё-таки опять возвращаясь к его композиторскому дару, я хочу сегодня сделать вам именно подарок. Мы с вами послушаем вторую часть его симфонии «Священные звуки». Что же там такого бюргерского и что же там такого сентиментально-романтического? Знаете, о чём идёт речь во всей симфонии и во всех её частях? Вот, в частности, во второй части, которую мы сейчас с вами услышим, это очень чётко, начинается вся музыка необычайно глубоко, возвышенно, необычайно поэтично, красиво. И вдруг, после медленного вот этого вступления, совершенного, классическо-романтического, вдруг появляется образ. Сначала это образ каких-то порхающих птичек, какой-то лёгкости, чуть ли не будущей опереты, будущего Офенбаха, но скромно, строго. Но затем этот образ разрастается. Ещё быстрее, быстрее. Мы чувствуем даже какой-то оттенок пошлятины. Вот именно то, что критиковали все вокруг него. То есть они решили, что это авторский голос шпора, что это он такой. На самом деле идея же совершенно, вы сейчас её почувствуете, совершенно иная. Когда в мир грёз, поэзии, мечты, гармонии и красоты вторгается пошлость. Совершенно чётко декларируемая. Она всё сильнее и сильнее. Затем мир красоты пытается взять всё в руки. Опять уйти от этого ужаса, от этого шумного, буквально, я бы сказал, канкана. Затем появляется виолончель, благородная, романтическая, красивая. Она пытается показать нам, как трудно быть человеку, поэту личности в этом мире. В этом мире примитива. Маленьких слов, болтовни, бесконечной суеты. И вот совершенно физически ощутимо, как прекрасная виолончель сражается с этим ужасом. Вот и всё. Речь идёт о том, что шпор показывает, как высота оскверняется и как всё-таки может высота побеждать. В каждой из частей этой симфонии есть два прежде всего образа. Один возвышенный, прекрасный, романтический, человеческий, а другой образ толпы. Свистящий, суетящийся, свиристящий, прыгающий, бегающий, бессмысленной толпы, как говорил Пушкин. И вот здесь уж пора, как у яркого романтика, проявляется первое в истории человечества умение при помощи симфонии, при помощи музыки говорить о самых важных философских и психологических проблемах. Вот интересно, мне очень важно узнать ваше мнение. Что вы услышите? Напишите, напишите мне, пожалуйста, что вы услышите в этой музыке? Услышите ли пошлость, филистерство, мещанство, в котором Шпору упрекали при его жизни и продолжают упрекать? И по этой причине музыка Шпора редко исполняется, если серьёзно исполняется вообще. Но мне кажется, что это ужасная несправедливость, просто ужасная. Если вам понравится его музыка, скажите вслух громко «Людвиг Шпор». Это будет просто важно. Это ради справедливости. Послушайте. Итак, четвёртая симфония, вторая часть. Священные звуки. Звук, как идея спасения. Звук, как защита. Редактор субтитров А.Семкин